Мошенники или представители закона? Таким вопросом озадачены сейчас сотни хабаровчан, которые практически одновременно получили налоговое извещение от инспекции из Хабаровска и Кемерово. Нет ли тут подвуха? Сегодня выясняла Елена Парфенова. Ежегодная рассылка налоговых извещений этого сезона заставила хабаровчан немного понервничать. Шутка ли? Квитанции на местную недвижимость и автомобили с регистрацией в 27-м регионе напечатали за многие сотни километров от Дальнего Востока в Кемерово. Смутило то, что во-первых у нас есть в Хабаровске своя налоговая служба и почему-то извещение пришло именно с города Кемерово. Это насторожило, потому что сейчас в наше время очень много всяких мошенничеств. Хоть налогооблагаемая собственность в квитанции была указана верно, решили не платить по счету. Но визит почтальона через неделю привел Александру в полное замешательство. Пришло извещение с нашей налоговой службы, с Хабаровской, где прилагалась квитанция на оплату пени по этому же налогу и шла расшифровка. Причем сроки оплаты и суммы значительно разнились. Налоговики успокаивают. Извещение из Кемерово получают теперь все плательщики в стране. В этом городе существует пока единственный печатный центр. Туда стекаются все данные с регионов за 2012 год и уже в бумажном виде отправляются адресатам. А вот полученные квитанции от хабаровских инспекций для начала требуется внимательно изучить. Посмотреть на те объекты, которые уведомления поименованы, за какой год это уведомление. И возможно все вопросы сразу отпадут. И если вместе с извещением от хабаровских налоговиков приходит еще и письмо от судебных приставов, то это явно напоминание о задолженности за предыдущие годы. Их тоже надо оплачивать. Чтобы отпали сомнения о мошенниках, проверить получателя. А это управление федерального казначейства по хабаровскому краю. Если будет какой-то получатель иной, ну точно тогда мошенничество надо брать и идти к нам. Мы уж тут поднимем правоохранительные органы. Кемеровскую корреспонденцию жители края будут получать еще два года, пока такой же печатный центр не появится и у нас. Елена Парфенова, Сергей Шульга, Иван Юров, Вести Хабаровск.